Путин должен уйти в отставку. Мы уже рассмотрели вопрос о том, что указанная организация издала обращение к президенту и гражданам Российской Федерации, которым потребовало, как там сказано, отказаться от преступной политики, провоцирования войны с Украиной и уйти в отставку. Напоминаю, также официальные СМИ дружно сделали вид, что данного обращения как бы нет. Но в интернете независимые СМИ пока еще, к счастью, есть. Их реакция на данное обращение, понятно, очень интересна. Посмотрев приличное количество публикаций об этом, я решил остановиться на реакции на данное обращение известного журналиста Артемия Троицкого. Он дал ее на своем канале РУ-ТВ, так кажется, проверено. Ролик называется «Вашел против войны, а Путин за Артемий Троицкий». Он отметил, что вначале пошли слухи, что данное обращение, дескать, на самом деле подписал не генерал-поповник Леонид Авошел, а кто-то под его именем. Но тот сразу дал интервью «Эху Москвы» и «Новой газете», в которых подтвердил, что подпись под данным документом действительно его. Более того, он существенно дополнил сказанное в обращении. К частности, он подчеркнул, что начал поддерживать Алексея Навального. Ну а дальше, понятно, документ вызвал очень большой резонанс. И Троицкий ответил на вопрос, почему он его вызвал. Дело в том, что Ивашов занимал один из самых высоких постов в советских и российских вооруженных силах. И самое главное, всегда имел твердую репутацию и ястребов. То есть, если он и мог атаковать Путина, то только с тех позиций, что тот в отношениях с Украиной проявляет преступную нерешительность. И с Украиной, и с Америкой себя нужно вести куда более жестко. А тут на тебе, позиция прямо противоположная. Ну и понятно, это ошарашило всех. Ну а дальше начались очень разные реакции. В частности, генерал-майор ФСБ Евгений Севастьянов, прошлым начальник всего московского отделения ФСБ, решительно Леонида Ивашова поддержал. В указах интервью Ивашов также заявил, что данное обращение понятно не только его личное мнение. А это мнение, как выразился Троицкий, элитных армейских отставных кругов. Он также отметил, что хотя Ивашов в отставке, но он до сих пор, например, еще профессором ГИМО. Кроме того, он уверен, что за этим обращением стоят многие его коллеги, которые до сих пор преподают в военных академиях. И он сам преподавал. А значит, среди молодого, ныне действующего офицерского состава, он для очень многих является огромным авторитетом и учителем. В общем, возникает интересная ситуация, когда фактически движение против войны начинается среди российского военного офицерского состава. И Троицкий полагает, что здесь проявляет себя очень давний, тайный, но существующий конфликт. Между двумя силовыми структурами. Между армией с одной стороны, но и в КГБ ФСБ, скажем так, с другой. Он уверен, что армейские генералы недовольны, как он выразился, ФСБшными выскочками, которые не знают, что такое война и кровь. Ясно, что в случае войны представители ФСБ в первых рядах под пули и снаряды не пойдут. А под них пойдут военные солдаты и офицеры. И на взгляд Троицкого это серьезнейший конфликт, который может привести к радикальным и совершенно неожиданным последствиям. Вот как он об этом сказал. Уверен, что как-то, в общем-то, бывало и раньше, армейские генералы совершенно недовольны этими самыми ФСБшными спецслужбистскими выскочками, которые не знают, что такое война, которые не знают, что такое кровь, в лучшем случае знают, что такое яд новичок, и то в отношении других людей. Но если начнется война с Украиной, то кто будет гибнуть, кто будет идти под пули, снаряды, там все эти джевелины и стингеры, будут идти военные ребята, солдаты и офицеры, а вовсе не ФСБшники. И, в общем-то, это все прекрасно понимают. И это очень серьезный конфликт, который вполне может привести к совершенно неожиданным и радикальнейшим последствиям. Что здесь можно сказать? Мне остается только повторить, что я и сам достаточно приличный период своей жизни носил офицерскую форму. Сегодня добавлю офицерскую форму вооруженных сил, а не спецслужб. Я очень хорошо понимаю офицеров, поддержавших данное обращение. Любой военный человек больше всего на свете ненавидит войну. И так играть с войной во имя своих амбиций, как это делает Путин, нельзя. Жаль, конечно, что жители нашей страны в большинстве своем забыли, что такое война. И протестов против войны фактически нет. Но мы понимаем, что это такое. И постараемся помочь это понять, что обычным людям, что элите, что Путину. То, что такие настроения появились среди высшей военной элиты, очень обнадеживает. И, надеюсь, дает шанс избежать развития событий по самому худшему сценарию. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках.